Здравствуйте, уважаемые подписчики! Забрались мы в парк за октябрем, детский парк, вот он сзади меня. Забрались мы сюда не просто так, есть интересный факт, который мы сегодня хотим осветить и о нем поговорить. Сейчас покажу, что находится напротив детского парка, какое здание и сооружение, которое признано памятником регионального значения и у него определены охранные зоны. Торговые центры, рядом частный дом, а это перед нами памятник архитектуры регионального значения. На предусадебном участке которого растут помидорки, наверняка там кто-то живет. Соответствующая есть табличка о том, что в этом доме жил Евгений Алексеевич Лебедев, артист наш, в честь которого у нас названо здание Тюза. Здесь вот видно все, люди высаживают. Вот такой вот памятник регионального архитектурного значения. Справа от него на площади Свердлова тоже частный дом большой, люди построили через дорогу тоже. А к чему это все, я сейчас попозже расскажу. Так почему мы оказались возле памятника архитектурного наследия? По виду видно, что это обычный деревянный частный дом. Просто совсем недавно депутаты утвердили границы и внесли новые объекты, в том числе ансамбли, в перечень объектов архитектурного наследия. А у некоторых просто установили зоны. Вот об этих зонах и о новых архитектурных объектах, которые внесли в список, мы сегодня и поговорим. Еще один объект наследия находится на улице 20 лет до ЛКСМ. Это знаменитый дом Шмидта, который администрация называет, до сих пор не разобравшись, дом Махунцевых, Махунцовых. Ну, вроде идут разбирательства, мы об этом делали обзор. Но напротив, сейчас я вам покажу, а напротив для всех владельцев домашних питомцев есть известная ветеринарная клиника на углу Чернышевского и 20 лет в ЛКСМ. И здесь вот очень хорошо отделан фасад, видно, хозяева ухаживают. Идем дальше. И что мы видим, что половина этого дома просто заброшена. Хотя является одним строением по факту. И вот это здание целиком, вместе с ветеринарной клиникой и вот этими разбитыми окнами, признано объектом культурного наследия. Здесь ранее находились семьи малоимущих, по-моему, насколько мне память не изменяет. Их переселили. Здание само разрушается, оно в очень плачевном состоянии. Здесь тоже разваливается фасад здания. Вот номер 25 адрес. Ну, посмотрите, в каком состоянии все это находится. Мы тоже об этом писали и снимали видео о том, что вот эта часть фасадной стены вывалилась вместе с кирпичами. И когда-нибудь она, конечно же, завалится дальше. И не дай бог кого-нибудь засыпет. Никакие меры тут не предпринимаются. Но запомним, что это архитектурный ансамбль. Вот в таком состоянии. Еще интересный факт про этот дом по улице 20 лет в ЛКСМ. 25. Состоит в том, что вот эту часть здания, которая разрушается, ее расселили. Расселили и даже объявили, по-моему, контракт или приняли в бюджет расходы на его снос. Но вот месяц назад буквально признали его памятником архитектурного наследия. И сносить его уже никто не собирается. Еще один интересный объект. Это памятник архитектурного наследия, культуры. Всем известное здание, тем, кому, наверное, уже за 30. Это дискотека Мега в прошлом. Сейчас новый собственник, видите, обновил фасад. Подшаманил, подмарафетил. Связано ли это с тем, что это памятник архитектурного наследия, я не знаю. Вот, наверное, просто есть обязанность содержать его в порядке, что здесь будет. Так к чему мы прицепились к этим памятникам? Давайте я вам покажу. Вы видите, улица идет туда, здесь постройки, здесь частные дома у людей. Улица идет туда, там тоже постройки, частные дома, магазин. Самое коренное это то, что этот объект уже был признан ранее. Но у него установили границы, зоны охранные. Так вот эти границы охранной зоны идут от 250 до 150 и 100 метров. В зависимости от исторической справки, правил, застройки. А теперь просто подумайте, кто попадает в эти границы, в эти охранные зоны. Любой бизнес, любые частные дома и магазины. А знаете, чего нельзя делать в этих охранных зонах? И правильный ответ, в них нельзя ничего строить. Причем капитальное строение вообще запрещено. Мало того, что запрещено, так еще нужно согласовывать обязательно внешний вид, назначение, использование. Не соответствует ли это, не портит ли это облик рядом находящегося объекта культурного наследия. И вот таких объектов, как я уже сказал, их 10. Вспомните предыдущие, где мы были на 20 лет в ЛКСМ. Это всего лишь разваливающие старые здания, которые уже собирались снести. Но сейчас у него установили границы. Помимо того, что напротив находится дом Шмидта, вот рядом находящийся бизнес, это, например, тот же самый зоомагазин и ветеринарная клиника. Ну, ветклиника там находится. Теперь они без согласия органов, уполномоченных в Саратове, не могут ничего сделать со своим фасадом, никак его реконструировать, даже если их собственность. И вспомните тот маленький домик, про который я вам показывал. Это там, где жил наш артист Лебедев. Там живет какая-то бабушка или, может быть, семья. Я не знаю, кто там живет. Но они ничего не могут сделать со своим фасадом, ничего не могут построить на территории, кроме легких хозпостроек и так далее. Никак не могут изменять фасад, тип окон, изразцов, материалы. Все, что сейчас занесено в реестр, так оно должно и оставаться. Но самое интересное, что если что-то отвалится, и если что-то нарушится, например, на фасаде вот этого здания, работы должна выполнять обязательно специализированная, лицензированная компания, имеющая право на реставрационные работы. У нас таких в Саратовской области немного. И знаете, сколько проект, чтобы просто поставить на место кирпичик? Сами понимаете, это миллионы рублей. Никакая бабушка, никакой даже в принципе средний или даже более-менее такой бизнес, эти деньги просто не потянет, не сможет восстановить ни фасад, даже если сильно захочет, не сможет реконструировать что-то, вставить новые окна или изменить коммуникацию. Сейчас мы с вами находимся на углу улицы Советская и Чапаева. Здесь находится дом под номером 37. Это жилой дом, насколько я понимаю. Вот окна у людей, там занавески. Вот о чем я вам говорил ранее. Это жилой дом, который тоже стал объектом культурного наследия. Ничего рядом с ним строить нельзя. Ничего реконструировать капитально делать нельзя. Вот в пределах 200 метров можете забыть. Те, кто успел построиться до 2018 года и подать документ до 21 января, по-моему, 2021 года, что-то еще могут сделать. А остальные жители или те, кто купит здесь землю, никогда и ничего построить не смогут. Это будет стоить больших денег, просто сама бумажная волокита. И вот обычный жилой дом. С днем живут жители, платят МКД, наверное, фонд капремонта. Вот тоже прекрасное здание. Улица Советская, 30. Здесь Волга, Электро, Монтаж сейчас находится. Организация привела вроде здание в порядок. Ну, а все, что дальше находится, это тоже вот комплекс. Весь это все считается. Это все объекты культурного наследия. Повезло тут местному хостелу, который из разрушенного здания построил недорогую гостиницу. Успели вовремя. Границы утвердили теперь. Теперь вот в этой зоне ничего строить нельзя. Капитального строительства никакого. И как пример, вот мы видим это здание. Пусть теперь не берем коммерческие объекты. Вот видите, старенькие дома стоят достаточно деревянные. Вот они все попадают в зону этого объекта культурного наследия. Сократив ее даже при помощи, возможно, такая процедура есть. Там исторические справки, архивные деятельности и так далее. Все равно она не сократится до того уровня, чтобы этот дом, например, не попадал в эту зону. И тот, кто в будущем захочет купить этот, следующий вам старенький дом стоит с участком и построить свой хороший, вот, например, вот такой дом. И жить счастливо, уединенно, на своем участке. Ничего не сможет здесь сделать. Обязательно кто-нибудь накапает, накляузничает и вам впишут. Такой штраф, вплоть до уголовной там ответственности. Сейчас я вам показал на дворной постройке. Красная звезда 33. Ну, там литер А, литер Б. Ну и сам фасад здания вот здесь стоит. Вот мы варку прошли. Видите? Это жилой дом. И здесь по улице расположено очень много жилых домов частного сектора. Очень много частных домов. Новых, новострой, старые, обложенные дома. Кто успел, тот успел. Кто не успел, тот опоздал. Как вы думаете, будут когда-то вот это здание реконструировать? Приводить в порядок? Совершенно недавно там при помощи Володин кое-как выцарапали деньги. При помощи местного бизнеса. Речное училище и дом Шмидта. А вот до этого здания, или до тех, которые я вам показал, когда-нибудь дойдут руки. Как вверх глупости всего этого мероприятия. Я вам показываю эту табличку. Когда она была повешена. Восстановление от 2013 года. Расселить не позднее 31, 12, 21. Что, видимо, и было сделано. И вот мы на улице Московская, 36. Здесь был, я так понимаю, многоквартирный дом считался. Табличку я вам показал, что он уже расселен. Ну и вот что осталось от величия. От былого величия этого здания. Наши предки строить умели. А наше поколение умеет прекрасно все это рушить. Вот все разбитые окна. Там наверху, наверное, живут товарищи без определенного места жительства. Там носочки в окошке сушатся. Сама арка признана тоже объектом культурного наследия. Вот это здание. То есть это ансамбль, как я уже говорил. Его границы намного больше и шире. Внутри, конечно же, разруха. Ну и тот же риторический вопрос. Когда это будет отремонтировано? Кем? На какие деньги? Смотрите, какие классные кованые петли. Как итог? Для чего мы затеяли этот обзорчик такой легкий? Да все просто. Вот эти зоны, которые мы вам показали, просто проведите между ними линии, поставьте их по жилгородку, эти адреса. Это не все. Еще музей Радищева, больница Водников, там тоже несколько зданий. Ну, сам музей Радищева и больницы Водников, несколько зданий тоже вошли в этот новый перечень. И вот эти зоны по 200, 250, 150 метров от границ территории объекта, проведите огромные квадраты такие, и вы поймете, что в жилгородке больше строиться нигде нельзя. Нельзя развивать инфраструктуру, нельзя развивать малый бизнес. Ну, ничего вы не можете сделать. Это что, инвестиционная привлекательность города Балакова? Ну, сомнительное решение. И почему эти здания все не были раньше признаны, пустовали? Да, они красивые, они замечательные, но их надо содержать, и тогда они будут красивыми и замечательными. И мы будем сохранять свое наследие. Но признать на документах это здание объектом, ансамблем культурного наследия, и при этом ни черта не делать, ни вставлять ни окна, ни как-то за ним ухаживать, отапливать его. Все, здание без хозяина разрушается за 5-6 лет. И это стоит годами. Я не думаю, что когда-то дойдут у них средства, деньги для того, чтобы это починить. На бумаге все это признали, а фактически все это будет разрушаться до тех моментов, пока не останутся просто одни останцы. И вот тогда, может быть, будут все думать, ну, давайте вычеркнем из перечня. Но все это время люди не могут здесь строиться, не могут ничего делать, не развивать коммерцию, не строить частные дома. Ничего не могут сделать. Вот этим признав, убили все развитие старого города. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...